Добрый день, дорогие братья и сестры! Продолжаем нашу рубрику «Вопросы и ответы» на блоге отца Дмитрия. И сегодня у нас семейная тема. И хочу сразу сказать, что все ваши вопросы, которые вы присылаете, мы рассматриваем, подбираем по темам, и надеюсь, что они все прозвучат в нашей передаче. Простите, что, может быть, вы уже давно этот вопрос задали, но он еще не прозвучал. Не успеваем, немножечко у нас такая запарка, и я прошу вас прощения за задержку. Но непременно все вопросы, которые приходят на мультиблок отца Дмитрия, они здесь прозвучат. Моей жене прозорливый старец сказал, что наш внук нашему сыну неродной. Сын неверующий, разведен, платит алименты. «Моя жена изводит сына этой темой, требует сделать ДНК-тест, но сын не хочет. Кто из них прав?» Но как можно человека заставить не доверять? Вот человек хочет верить, а мы будем ему сейчас приводить доводы к тому, чтобы он не верил. Неверие обычно рождает подозрительность, всегда рождает некую неприязненность и осуждение. Вы хотите, чтобы ваш сын подозревал сначала свою жену, а потом и всех остальных. Потому что на самом деле подозрительность, она никогда не бывает в отношении чего-то одного. Стоит человеку начать подозревать, у него все видится, начинает видеться в таком темном свете. Он начинает подозревать, что его там обманывают, здесь хотят его использовать, здесь у него все нечестно. Если ведь сын не хочет, ну зачем его к этому понуждать? Он хочет, чтобы вот было так, как есть. Оно же ничего не изменит. Вот предположим, все-таки добились своего, сделали ДНК-тест, получили некий результат, и что дальше? И что дальше? Есть ребенок, который и так уже несчастен от того, что мама с папой развелись. Теперь, в результате всех этих тестов, он будет еще несчастнее, потому что отношение к нему точно не улучшится. Видно, папа, он хочет, хоть и в разводе со своей супругой, хочет заботиться и любить своего ребенка. И он не хочет верить, что там это не его сын. Он его полюбил с младенчества, и он ему доверяет. А ребенок доверяет ему. Вот как часто в жизни бывает, два взрослых ссорятся, а страдают дети. А взрослые же не думают о детях, о том, что их душа страждет. Что для них ссора родителей – это мука. Они же любят их, и они не разделяют дети никогда своих родителей на папу, маму. Есть такой очень глупый вопрос, который иногда люди задают ребенку. Кого ты больше любишь, папу или маму? Но это такая провокация, жестокая провокация. Потому что для ребенка этот вопрос неразрешим. Он их одинаково любит. Но если они о нем заботятся, если они с ним проводят время, если они им занимаются, то он их любит обоих. Кого больше? Значит, кого-то нужно предпочесть более другого. Это неверный подход. Но каждому человеку иногда в силу своей тщеславной натуры очень хочется превознестись, возвыситься над кем-нибудь. Иногда бабушка такая вот, она пытается даже привлечь на свою сторону своих внуков в ущерб их любви к родителям. Вот она так вот себя выставляет, что вот я хороший, а родители плохие. Чтобы они ее любили, а родителей нет. Ну какое-то полное безумство. Поэтому в этом вопросе, конечно, ну такое себелюбие неприкрытое. Вот хочется своего. Оставьте в покое своих детей, дайте им разобраться самим. И если сын ваш хочет принять этого ребеночка, родной он или неродной, пусть он его примет. Вам-то что? Как быть, если дети 17, 15 и 5 лет не принимают в семью будущего мужа-мамы, отчима? Мать слушает во всем их, но одновременно и для себя жизни хочет. Мы друг друга с ней полюбили, нам по 40 лет. Бросать ее или добиваться? Ведь дети вырастут, создадут свои семьи, а мама одна останется. Ну, детям трудно принять чужого человека в семью, как отца. Это если ребеночку там 3 годика, он это примет, ну 5, ну 7. А вот когда уже больше 10, это сложно. Нужно завоевывать доверие детей. Не торопитесь, общайтесь с ними, не навязывайте им себя, а наоборот, как-то старайтесь им не то чтобы понравиться, а постарайтесь как-то добиться их расположения. Потому что на самом деле они не против мамы, они ее таким образом защищают. Они боятся, что вот один человек уже ее предал и бросил. А вот не будет ли повторением это той же ситуации, которую мать уже пережила. А дети ей очень и очень сочувствуют, очень сопереживают. Они ее как бы защищают, потому что они пока еще вам не доверяют. Вот постарайтесь этого доверия достичь, чтобы дети вам поверили. И тогда они вас с радостью примут. На это нужно положить немало времени. Не торопитесь, не торопитесь, общайтесь. У вас еще есть время, чтобы потом и в семье семейным счастьем насладиться. Но будете торопиться, будете их к этому понуждать, то вы сделаете несчастным и ее, и их, и себя. Вот, к сожалению, у нас все рушится. Очень часто то, что Бог мог бы нам дать, то, что Бог созидает, оно рушится из-за нетерпеливости человеческой. Нам хочется скорее, и все. Вот, в данной ситуации не торопитесь. И обязательно, особенно маленький, пятилетний ребеночек, он скорее вас примет. Потом, может быть, семнадцатилетний. А потом уже пятнадцатилетний. У пятнадцатилетних особое такое отношение. К окрежающему миру они вообще все с недоверием воспринимают. Потому что у них есть свой взгляд на жизнь. И вот этим взглядом они зачастую, ну, очень как бы разнятся со всеми остальными. Вот, некоторые называют этот возраст переходным. Ну, он у всех разный. Не у всех детей он такой заметный. Но бывает достаточно сложный. Вот, и здесь вот проявить максимум любви, такта, заботы, снисхождение. Снисхождение, потому что дети зачастую грубят. Ну, так вот, подкрытую хамят, грубят. И вот здесь вот не повестись на эту провокацию, не поддаться им, не начать в ответ им грубить, там, их обзывать, их как-то унижать. Это только разрушит все. А потерпеть. Потому что терпеливый человек, он всегда достигает того, чего хочет. Давайте вспомним замечательного нашего святого Иоанна Русского, то есть поведника, который попал в плен к мусульманам. И своей такой вот кротостью, незлобием, исполнительностью, трудолюбием снискал уважение. И своего хозяина, он был рабом у одного мусульманина, который хотел его обратить в мусульманство, и издевался над ним, и всячески его унижал. А он все терпел и никогда не мстил, никогда не отвечал ему злом на зло. И этот мусульманин проникся к нему глубочайшим уважением. И даже хотел, чтобы он жил как свободный, отпустил его. То есть это вот такой ярчайший пример, как должно нам, нам, христианам, выстраивать отношения с теми, кто от нас недолюбливает. Вот если проявим к ним кротость, терпение, такое вот снисхождение, незлобие, то обязательно человек, он сменит гнев на милость. Можно ли наказывать ребенка углом или нет? Можно. Но как любое наказание, это должно быть нечасто. И всегда с объяснением, и всегда без жестокости. И всегда это должно быть как некая неизбежность, если ребенок никаким другим образом не хочет вразумиться. очень часто дети, они впадают в некое такое истеричное состояние, ничего не слышат, ничего не хотят, и тут можно его отвести за руку в угол, сказать, вот теперь это твое место, успокоиться, прийти в себя, подумать, а потом мы с тобой побеседуем, поговорим. Все должно быть, любое наказание, оно не должно быть жестокостью. Когда взрослый кричит, гневается, ругается, лицо его искажается, когда он там замахивается или даже позволяет себе ударить ребенка, это наказание никоим образом не будет полезным. Никому. Когда с жестокостью наказывают, то наказуемый обычно ожесточается. И потом все это в душе ребенка обязательно откладывается, и он помнит. Вот в детях есть это такое вот памятозлобие, но не сознательное. Он, ребенок, помнит, как к нему относились в детстве с добром или со злом, с терпением или с нетерпением, с жестокостью или с любовью. Вот это все дети помнят. И дальнейшие отношения в жизни потом они зачастую от этого отталкиваются. Поэтому не разрушайте своих отношений с вашими детьми из-за какого-то, может быть, эпизода в жизни. Эпизод забудется, никто уже не вспомнит, за что был наказан ребенок, но сам факт наказания останется в памяти. Поэтому, когда вы наказываете, всегда делайте это с любовью и с таким твердым, таким вот упованием на Бога и с убеждением того, что так лучше в данный момент. это не от бессилия, а такой вами выверенный родителями, выверенный шаг, как некий процесс воспитания. Любое наказание – это есть как некая часть воспитательного процесса. Поэтому без наказания невозможно. Строгость нужна и ограничения нужны. Но это все должно быть с любовью, с терпением и с многочисленными увещеваниями. Нужно ли запрещать детям баловаться за столом? Нужно. Нужно. Потому что баловство, оно приводит всегда и к каким-то неприятностям. Что-нибудь скинут, что-нибудь разольют, что-нибудь опрокинут, что-нибудь разобьют. И это будет все неприятно и вам, и им. И потом, все-таки еда – это есть дар Божий. И мы перед едой молимся даже. Мы призываем благословение Божие на нашу трапезу и на тех, кто принимает в ней участие. Поэтому надо учить детей за столом вести себя спокойно. Если ребенок разбаловался, надо его высадить из-за стола и отправить успокоиться. Если он никак не поддается в разумлении, может быть, даже в угол. Иди, постой там, успокойся, пока мы поедим. Потом, когда ты придешь, поймешь, мы с тобой поговорим и решим, как быть дальше. Поэтому, нет, дети должны понимать и возможности, и меру, и место, где можно побаловаться, а где нет. Если ребенку позволять все, что он хочет, это будет беда для всех вас, для всех взрослых. Он вас просто оседлает и будет вами понукать и управлять. И управлять, пока вообще с ума не сведет. Потому что, чем ребенок старше, тем его требования выше. И не умея потерпеть, не умея смириться и послушаться, он будет истерить до тех пор, пока не получит своего. Ну, а вам от этого будет просто невероятно тяжело. Моя верующая жена постоянно клеймит нашего неверующего сына за его шестилетний неудачный брак, который закончился разводом 13 лет назад. При этом она ежедневно ругается со мной на протяжении всего нашего брака. Сын не помнит дня без ругания. Права ли жена? Не видя ситуацию, трудно о ней судить. Всегда ли бывает жена ваша причиной всяких ссор? Может быть, вы ее как-то провоцируете? Может быть, еще что-то? Вообще, когда слушаешь мнение одного человека, то картина, она как-то очень такая однобокая. Приходит другой человек, и картина немножко выравнивается. Я вспоминаю случай, это реальный случай был. Приходит одна женщина и говорит, вот у меня муж пьет. И из-за этого все трудности в семейной жизни. А когда я пообщался с мужем, он говорит, да если бы я не пил, я бы от нее с ума сошел бы. Оказывается, ситуация такая двоякая. Понимаете? Может быть, она очень воршливая, постоянно придирчивая, постоянно провоцирует его на какой-то скандал. И он, чтобы, ну, хоть немножечко, чтобы с ума не сойти, нервы так немножко расслабить, он попивает. Она видит его недостаток, а оказывается, он и в ней тоже есть. Так же и в этой ситуации. Нельзя сказать, что ваша жена – причина всех ваших ссор, скандалов и вообще всего и вся. Ну, то, что она сына попрекает в его неудачном браке, ну, что поделаешь, если у человека болит на душе. Она наверняка мечтала о чем-то другом. Знаете, у каждого человека же есть некая мечта на будущее. Ну, вот женщина там выдала замуж дочку или женила сына, и вот она уже в голове своей, вот у меня будет сейчас там два, три, четыре внука, я с ними буду жить на даче, я буду с ними заниматься. У нее есть свой план уже на общение с внуками, а у родителей свой. И когда что-то так не стыкуется, то обычно люди нервничают, там, начинают злиться, потому что в их планы что-то или кто-то вмешивается, и все не складывается, как хотелось бы. Вот, возможно, и у нее тоже был свой план на брак сына. А брак не заладился, и вот она теперь злится, его попрекает. Она постарела за это время, время-то уже идет, ей хотелось подольше внучатами позаниматься, а тут оказывается, что надо теперь ждать следующего брака. И так вот из-за него она теперь страдает. И не может удержать эти страдания в себе. Вот она это все время облекает в некую такую форму для всех неприятную, и вот досаждает своим домашним. Ну, потерпите ее, ну, что поделаешь. Ну, бывает человек с тяжелым характером. Ну, можете терпеть, потерпите, потерпите, потому что у каждого из нас характер не очень-то покладистый, не очень мягкий. Мы в себе не замечаем, а другим приходится терпеть и нас тоже. Вот, поэтому, взаимно терпя друг друга, всегда будет, ну, как-то легче достигать какого-то такого компромисса в любой ситуации. и дальше жить. Дальше жить. Да, может, разойтись, развестись, и это только проблемы новые. Не надо думать, что вот развод это такое вот освобождение от каких-то уз. Ничего подобного. человек от чего-то освобождается, но попадает в капкан других проблем. Очень серьезных, очень. Иногда на всю оставшуюся жизнь. Вот там поженились, что-то там рассорились, не получилось, потерпеть не захотелось, развелись. И вот она думает, да я сейчас выйду замуж еще там. А нет и нет, нет и нет, нет и нет. Уже 25, 30, 35, уже под 40, а все нет и нет. И вроде симпатичные, и хорошенькие, и должны были бы там мужчины за ней толпой ходить, а никто не ходит. Нет, никто вообще. Она уж там не знает, ну что еще нужно, вот что еще. А вот нет и все. И так вот остается на всю жизнь одна. Вспоминает тот брак, уже все эмоции улеглись, уже и думает, ну что, поторопились, ну надо же было потерпеть, все не так уж было и плохо, ну а теперь-то уже не воротишь. Ну вот, а человеку кажется, что вот главное там, это вовремя что-то успеть. Главное, особенно в семейной жизни, это потерпеть, не торопиться. Мне 35, жене тоже. Есть ребенок. В моих планах еще двух родить, а жена не хочет. Как быть? Сказал, будешь рожать. А она скажет нет. Вообще, каждый человек очень не любит, когда им командует. Вот ужасно не любит. Но даже вот солдат в армии, когда ему дают приказ, он как-то к этому приказу относится негативно. Ну, потому что как-то каждому человеку очень хотелось бы, чтобы его просто попросили. И так скорее откликнется человек на просьбу. Ну, надо как-то с женой договариваться. Что это такое? Представляете, она не хочет ребенка, вы ее понудите каким-то образом, и вот она его наконец все-таки выносит и родит. А может, она его любить не будет. Бывают же такие мамочки, которые не любят своих детей. Иногда бросают, в роддоме бросают, иногда там в больнице бросают, иногда бросают на своих родных и близких. Ну, не любят детей. Вот родила, и все, и с первого дня там бабушка занимается ребенком, мама вообще к нему не подходит. Что-то, что такое там у них в душе и в голове происходит, я не знаю, откуда такое жестокосердие к собственному ребенку, но, возможно, это причина какого-то давления на человека. Имейте в виду, что когда мы на человека давим, он не будет нам союзником. Никогда. Он может подчиниться на какое-то время, в какой-то момент, пойти нам навстречу, но только по принуждению. При первой же возможности он дезертирует. Вот, если вот там человек призвали в армию на военную службу, он к ней не испытывает никакого желания и, ну, дезертирует при первой возможности. Либо официально, там, через, через, там, госпиталь, через какую-то, там, болезнь, там, или еще как-то, либо неофициально, просто возьмет и смоется. так же и здесь тоже. Вот, хотите что-то, чтобы было в радость всей семье, учитесь договариваться, учитесь как-то вот находить такие слова нежные в отношении своей супруги, чтобы она сказала, дорогой мой, как я хочу, чтобы у нас было больше детей. Ты такой замечательный человек, я хочу, чтобы наши дети были на тебя похожи. Вот если вы будете так вот с ней общаться и обращаться, то и не будет никакого разногласия в этом вопросе. Как церковь относится к матерям-одиночкам, особенно к тем, кто родил детей для себя? С большим снисхождением, заботой и попечением. Церковь создает даже такие церковные кризисные центры, в которых вот эти мамочки могли бы найти некую поддержку, помощь. Есть и государственные реабилитационные такие кризисные центры, но в церкви любви побольше, потому что там люди, которые с ними общаются, и психологи, и помощники, они туда пришли не за зарплатой, не за деньгами, а по зову сердца из любви и сострадания. Потому что мать-одиночка, она несчастная женщина, желавшая счастья, а получившая несчастье. Не знаю, каким образом там всё получилось, то ли муж бросил, то ли она родила вообще вне брака. Но опять же, ведь кто-то же ей пообещал чего-то, какую-то заботу, любовь, а потом обманул. И вот человек обманутый. Ну как может чувствовать себя человек обманутый? Ну несчастным, обездоленным, иногда злобленным. И вот церковь помогает людям эту злобу простить, как-то избавиться от неё, обиду простить. Ну как можно воспитывать детей в обиде? Ну и ребёнок будет впитывать эту обиду материнскую, и будет ей, ну как бы, жить. Поэтому церковь всячески помогает, не осуждает, помогает этим людям, ну как и оступившимся, например, и попавшим в тюрьму. Как к ним относится церковь? Со снисхождением. Священники ходят в тюрьмы, общаются, помогают людям обрести веру в Бога, веру в жизнь, вернуться к нормальной жизни. Вот церковь, она старается помочь каждому человеку вернуться к нормальной жизни. Нормальная жизнь, она может быть только с Богом. Только с Богом. Вот так церковь относится. Как научить ребёнка молитве? Ну на этот вопрос замечательно как-то ответил отец Дмитрий. Я повторю его ответ, потому что я считаю, что он действительно самый лучший. Он, говорится, что это ему тоже рассказал один священник. Как научить ребёнка молитве? Ребёнок должен видеть спину молящегося отца. Видишь, какой ответ? Просто гениальный. Да, если дети видят молящегося отца, именно отца, и они будут молиться. Маленькие дети, они с радостью молятся. Они встают рядышком, они с удовольствием, иконочки целуют, они с удовольствием уже повторяют слова молитв. И если родители будут молиться, это половина успеха. А дальше нужно с детьми заниматься, нужно им рассказывать, зачем это нужно. Не просто так вот принуждать их, так идём молиться, так все вещи оставили, встали, руки по швам, не бегать, не дёргаться, с ноги на ногу не переминаться, всё, мы молимся. Ну, ребёнку невозможно там те 20 минут, которые длится, например, вечернее правило, выстоять и не шелохнуться. Тем более он не понимает. И чем дальше, чем он взрослее, тем в нём больше раздражения и неприязни к этому действию. Он не понимает, зачем это нужно. И когда приходит уже возможность такая, он вырос, он говорит, я не приду. Я не хочу. Пойдём молиться, я не хочу. Я не буду. И не идёт. И начинаются с ним там какие-то разговоры, да как можно, да ты что. Вот тут-то начинают вспоминать о Боге, а на самом деле надо было с ним о Боге поговорить пораньше. И побольше с Богом о своём ребёнке. Когда у детей есть противление к молитве, к храму, к причастию, нужно с Богом советоваться, что делать. Бог-то видит, Он тоже сопереживает за наших детей. И Он очень хочет, чтобы мы правильно к этому подошли. Взрослые-то люди не любят молиться, а уж что говорить про детей. Ну, вот, во-первых, дети всегда должны научаться примером своих родителей. пусть они видят вас, молящихся, добрых, сдержанных, терпеливых, друг с другом не ссорящихся, чтобы дети научались, вот как она должна быть, семейная жизнь-то. И когда они уже вырастут, они вспомнят этот образ своей семьи и многое перенесут в свои семьи. Очень много из того, что было в их семье, что они запомнили, и что они считают правильным, они перенесут в свои семьи и молитву, и терпение, и заботу друг о друге. Все перенесут. Явите им этот пообразец и пример. Во время поста особенно часто возникают семейные ссоры. Почему это происходит? Ну, от несдержанности человеческой. А бесы, они всегда пытаются человека раздражить, ну, как-то ввести его в состояние недовольства и гнева. Они же сами постоянно в гневе пребывают. Не бывает, чтобы бес был не в гневе. Он постоянно гневается, и он пытается заразить и людей этим своим гневом. Но апост это особое время, когда человек старается послужить Богу. Ведь мы постимся не ради здоровья, а ради Бога. А все, что ради Бога, бесам ненавистно. И они начинают людей ссорить, начинают им нашептывать против друга, начинают им как-то напоминать какие-то старые обиды. И люди поддаются этому. Вместо того, чтобы помолиться и отогнать это бесовское наваждение, они начинают прислушиваться и следовать. Поэтому частенько возникают ссоры. тут надо всегда набираться терпения. Пост это время особенного терпения, терпения, терпения везде и вся. Не торопиться с высказыванием своего мнения, не торопиться отвечать на какие-то вопросы, не торопиться озвучивать свои душевные состояния, не торопиться. Вообще все надо с пожданием, все с молитвой. Вот мы знаем, что как помолится человек, как-то у него в жизни сразу все становится более-менее на место, и в голове проясняется, и на душе успокаивается. Призвал человек имя Божие в помощь, Господь не спасал духа утешителя, но человек утешился. А если нет этого, ну как, сам же человек не может не раздражаться, не гневаться, не болтать, не осуждать, ну не может. Только действием Духа Святаго возможно человеку себя удержать. Вот призывайте, призывайте на помощь Духа Святаго. Как исповедоваться детям? Это зависит от их возраста и готовности к этой исповеди. Некоторые дети уже в 6 лет исповедуются вполне сознательно, некоторые в 8 и в 9 не могут. Это зависит от ребенка, от его психофизического состояния, от многих многих факторов. Поэтому детская исповедь, она, конечно, бывает всегда очень формальной, потому что дети называют те грехи, которые им подсказали, наверное, их родители, может быть. Вот. Там идешь на исповедь, а я не знаю, ну как, ну скажи, что вот мама не слушался, что сестренку обижал, что ссорился, вот он пришел, сказал. Это не значит, что он перестанет это делать и вообще как-то на это обратит внимание. Ну, сказал и сказал. Обычно понимание, оно приходит постепенно, и об этом тоже нужно с детьми говорить. Почему мы исповедуемся, вот зачем мы молимся, почему мы исповедуемся, в чем и как, а что нужно дальше. Детям все нужно это рассказывать и хорошо подобрать для них книжки какие-то очень такие полезные, которые бы им помогли это увидеть. Есть замечательные православные рассказы, в которых дети узнают себя и свои жизненные ситуации, и потом эти книжки с ними обсуждать, и тогда детям будет более-менее понятно, а что собственно происходит, и к чему стремиться, и что делать дальше. потому что 99% детей исповедуется по одной и той же записочке, и собственно за этой исповеди нет ничего. Хотя бывают такие ситуации, когда иногда подходит ребенок совсем маленький, и вдруг исповедуется очень сознательно и вдумчиво. Как это ему удалось, как родители помогли ему это увидеть, или как он это сам воспринял. Это отдельные ребятки, и их немного. А большинство детей не умеют исповедоваться всю жизнь. Приходит взрослый, и то же самое, как ребенок. Одно и то же, одно и то же. И такое ощущение, что человек в церкви в первый день. А хотя уже ходит не первые десяток лет. И Евангелие слушает, я не знаю, дома читает, но, по крайней мере, в храме слушает. Даже вот из того, что он слушает, можно было что-то извлечь для себя. Но просто у людей нет такой цели что-то в жизни менять. Им нужен допуск к причастию. у нас есть такое правило в нашей церкви, что перед причастием нужно исповедоваться. Если это будет отменено, то вообще большинство людей перестанут исповедоваться. А зачем? А можно же и так. Для людей это как бы не потребность. Непотребность. Ну, что поделаешь. Пытаемся в себе это воспитывать и передавать нашим детям. С детьми нужно обязательно на эти темы разговаривать. Нужно обсуждать, приводить примеры, их спрашивать, их мнение как-то вообще очень важно не просто что-то с ребенком прочитать, где-то побывать, что-то посмотреть, обязательно с ними это обсудить. Обязательно. Кино посмотрели, обсудите фильм, книжку прочитали, обсудите книжку. порассуждайте там, его мнение спросите, чтобы он как-то проникся тем, что ему было открыто. А иначе это забудется, очень быстро забудется. Прочитал, через полгода вообще не вспомнит, о чем была эта книжка. Жалко. Давно хочу создать семью, но все время что-то срывается. Может быть, это знак от Бога, что семья это не мое? Ну, может, может и так. Не каждому же человеку быть космонавтом, хотя в детстве, я помню, в нашем детстве, наверное, все мечтали быть космонавтами, но космонавтами становились очень-очень немногие. Так же и здесь тоже. Ну, что ж, семейная жизнь требует от человека самопожертвования, самоотдача, очень много снисхождения, очень много терпения, очень много молитвы. А как ситуация, как вот жена говорит, я не хочу рожать детей. Это одно из предназначений женщины рожать детей. Так Господь установил, а она говорит, я не хочу. Вот что делать? И ее же не повернешь. никакими там уговорами, никакими там силой. Да ну как ее повернешь? А вот Бог может. Вот значит пошел и с Богом посоветовался, попросил Божьей помощи. И смотришь, через какое-то время она помягчила, заботу о ней проявил, и как-то вот она откликнулась уже по-другому на тебя смотрит. Но без Бога это вообще никак. Вот поэтому просите Божьей воли в семье вам быть или вне семьи. И так, и так непросто. Апостол Павел говорил, хорошо вам быть, как я. А он был девственник, он не был женат, и он говорит, что а иначе будете иметь скорбь по плоти. Ну так и есть, каждый человек в семье очень встречает немало скорбей по плоти. Потому что расходимся мы во взглядах на жизнь. Редко бывает, когда в семье вообще всё едино. И мысли, и желания, и чувствования, и вообще всё и вся. Обычно всегда есть разногласия. И как-то надо, приходится, эти разногласия разрешать. Поэтому, что ж, терпите то, что Бог даёт. Просите, но не требуйте. Не завидуйте тем, у кого есть, а у вас нет. Не завидуйте. Может быть, действительно, вам не потянуть. И Господь хотел бы от вас иного поприща жизненного, чтобы вы послужили Ему, в качестве воспитателя чужих детей, в качестве помощника многодетной семье. Ну, так вот, кто поможет многодетной семье, если папа целый день на работе, а мама зашивается. Но только тот, кто не обременён своей семьёй, своими детьми. И так раньше на Руси так часто было. Были многодетные семьи, из них там половина вышли замуж, а остальные помогают воспитывать своих племянников. И тогда вот так вот оно было. Так оно было. Поэтому тут очень это всё так Богом разумно управляется. Как бороться с блудными помышлениями семейному человеку? Отгонять от себя эти помышления. Каждому человеку дана власть. Как Господь сказал, даю вам власть наступать на змею и на скорпию и на всякую вражью силу. То есть мы можем отгонять все помыслы, которые нам навевает дьявол. И не провоцировать себя. Потому что если человек на что-то смотрит, что-то слушает, с кем-то общается, с кем-то заигрывает, с кем-то кокетничает, ну, это даёт такую особую силу всем этим помыслам человека искушать. А если человек будет отвращаться от всего этого и держать себя целомудренно со всеми везде, то эти помыслы, они не будут его сильно досаждать, и он с ними справится. Всё же зависит от нашего поведения. Вот посмотрите, согласились вы пойти на какую-нибудь вечеринку, где явно будет много вина и много соблазна всякого блудного, или вы скажете, нет, я туда не пойду, и не пойдёте. Вот совсем разные продолжения вашей жизни. В первом случае, ну, если даже там сумеете удержаться от какого-то греха, то блудные помыслы будут вас атаковать целый год, и от них не избавитесь. А если не пойдёте, то всего этого избежите. Вот уклоняйтесь от того, что есть соблазн. В чём заключается семейное счастье? Господь сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Любить друг друга, в этом семейное счастье. А любовь, она же всегда жертвует, она себя отдаёт. в жертву другому. Вот если мы научимся не себе приобретать, а жертвовать, если мы поставим целью в семейной жизни не себя сделать счастливым или счастливой, а сделать счастливым своего супруга или супругу, вот тогда и счастье будет в нашей жизни. Счастлив тот, кто умеет отдавать себя целиком и полностью счастье. Сначала Богу, а потом ближним своим. Счастливы родители, которые умеют отдавать себя своим детям. И потом они пожинают благодарность от своих детей, а потом ещё и от своих внуков, потому что дети воспитают их подобно тому, как вы воспитали своих детей. Представляете, какое счастье, когда все к вам с заботой, с уважением, с почтением, с готовностью всегда-всегда помочь. Но это уже есть та самая счастливая старость, о которой многие мечтают, чтобы не судиться своими детьми и не выслушивать от своих внуков всякие хамские речи и проклятия, а чтобы побыть среди любящих. Хотите, чтобы вас любили? Учитесь любить своих близких, особенно своих детей. Мы их любим корыстно, через себя. Вот послушный ребенок люблю, непослушный он меня раздражает, вот честный ребенок я его люблю, если он меня обманул, я против него злобу держу. Учитесь любить, как Господь нас любит. Он же не придирается к нам по мелочам, хотя бывает и наказывает, когда мы уклоняемся от его заповеди, его пути. но никогда не проявляет к нам жестокости. Вот и вы тоже. Не проявляйте никогда жестокости к своим близким, ни к детям, ни к своим супругам, ни к кому. И обретете счастье в семье. Как любой плод, он вызревает, добрый плод, вызревает долго. Долго. Вот хочется, чтобы вот прям поженились, и все, вот оно счастье. Да нет, истинное счастье, оно лет через 30 вызреет. Сначала вырастет вот это дерево вашей семьи, на который будут многие плоды. Чтобы насладиться этими плодами, вам нужно поухаживать за этим деревом, чтобы оно не засохло в самом начале, чтобы оно не сломалось под какими-то ударами искушений житейских. Сохраните его, уберегите его, не разрушьте его. Мы вот сегодня рассматривали некоторые вопросы, связанные с разводами. Это уже несчастье, уже несчастье. И не знаю, как жизнь дальше сложится, может быть, будет новая семья, но все равно счастье не может быть в ней полной, потому что всегда будет некий камень на душе лежать, а та семья, а дети в той семье, а вот повел себя не так. Это всегда тяготит. Поэтому, если Господь вас благословил на семью, берегите ее, храните ее, заботьтесь о ней, взращивайте любовь в семье, заботитесь, чтобы это дерево было плодоносящим. Когда за деревом хороший уход, на нем и плоды и обильные, и прекрасные, и радостные. Вот оно счастье. Спасибо Господи, всего доброго.